привет друзья несколько дней не было видео потому что я уехал на соревнования сейчас принимаю участие в первенстве уральского федерального округа прошло пять туров иду пока 4 из 5 в третьем туре сыграл партию который хотел бы поделиться с вами и так разыгран мой любимый дебют защита каракан но она является любимым дебютом у многих шахматистов не только у меня разменный вариант пользуются репутацией крепкого и для белых как бы не самого плохого варианта слон d3 тоже основной ход конь c6 пешку d4 надо защищать конечно белая ходят c3 так как если вывести коня на f3 то его немедленно свяжут слон же 4 из в этой позиции у черных два хода любимый ход алексей сергеевич адреева ферзь c7 который я очень длительное время применял как основной и ход конь g8 f6 который я сделал в этой партии и который долгое время считался чуть ли не единственным именно проход конь g8 f6 написано в книжке константинопольский вейц которую написали защита каракан и там приводится вот как один из основных такой вариант слон f4 слон g4 ферзь b3 то есть видите белая не торопится с выходом коня на f3 чтобы его не связали вот а теперь после хода ферзь d7 начинают готовить е6 конь f3 то есть белая хотят пойти конь е5 в случае размена взять да и висит коня случае его отхода последует слон b5 вилка но еще со времен я думаю 70-х 80-х годов вполне приемлемым считается за черных продолжение которое встретилось у нас партии черное поменяли массу уже фигур легких и хотят сыграть ладья b8 сделать рокировку и подумать над тем чтобы провести атаку пешечного меньшинства ферзь на b3 стоит не очень удачно в плане защиты от этой атаки но возникает вопрос что будет если сыграть ферзь бьет b7 черная вынуждена ходить ладья b8 ферзь a6 сейчас нет хода ладья b6 из-за ферзь c8 шаг то есть нужно делать рокировку эта позиция известна тоже очень давно уже я впервые с ней столкнулся в 1987 году на полуфинале чемпионата россии среди мальчиков у одного из моих друзей она встретилась в партии и он мне рассказал что там более чем достаточная компенсация за пешку то есть висит пешка b2 и у белых несколько возможностей то есть плохо играть b4 так как после ладья b6 ферзь a4 e5 черные прорываются в центре и вот эти слабые пешки и застрявший в центре король уже начинают достаточно отчетливо ощущаться здесь у черных более чем достаточная компенсация за пешку к равному инспилю ведет как рокировка так и немедленная ферзь a3 кстати рокировка ладья b6 ферзь a3 здесь у черных нет пешки но конечно сдвоенные пешки а не украшают позицию и если бы была только одна пешка я бы с наверное тут смело поставил небольшой плюсик черным а в данном случае все-таки этих пешек 2 и как бы хоть они разбиты но одна из них лишняя поэтому позиция на мой взгляд равна вот это все известно тоже таких с давних времен вот мой противник выбрал еще третий способ борьбы за перевес напал на коня играть ладья b6 вроде бы надо версия 4 сейчас если сыграть ладья бы 8 то белая просто съедят на c6 давайте покажу на ладья бы 8 последует слон бьет c6 неважно чем черные возьмут и куда потом отойдут ладьей белый конь прекрасно разместиться на d3 защитит пешку b2 у белых здоровая лишняя пешка то есть не инвалид как в одном из из рассмотренных вариантов то есть сдвоенных пешек нету пешка c3 отнюдь не слабо сейчас хотят сделать просто рокировку и заняться реализацией но у черных есть очень сильный ход конь е7 то есть равенство здесь белые держат но для того чтобы удержать равенство белым надо понять что несмотря на лишнюю пешку сильнейшей стороной в данный момент являются черные не захватили инициативу следовало просто вернуть вот эту пешку и как бы у черных конечно есть шансы потихонечку использовать вот слабость пешек a2 и c3 атака пешечного меньшинства проведена то есть типичная для карлсбатской структуры ну собственно говоря и для разменного варианта защиты каракана атака b7 b5 b4 потом bc как будто бы черные и уже провели и ясно что здесь белые все таки в положении защищающейся стороны находятся хотя на мой взгляд позиция должна держаться белые пытаются сохранить лишнюю пешку так тоже играть можно на мой взгляд хотя здесь от них уже требуется точно игра вот здесь снова им требовалось вернуть пешку хотя вот эта позиция ну не знаю можно например попробовать черным сыграть f6 отнимая поле и 5 у белого коня ферзь опять вне игры ладья сейчас готова пойти на c6 и черные хотят при случае провести е6 е5 то есть позиция очень сложная но у черных здесь точно не хуже так скажем белые решили сохранить пешкой и после ладья c8 слон d3 выглядит существенно выигрывающим в силе дело в том что отыграть пешку черные не могут потому что после ладья бьет c3 нельзя бить ладью из-за вот такого симпатичного мата но у черных находится черные могли сыграть ладья c6 здесь все-таки с идеей удалить пешку c3 и вот эту позицию мой компьютер оценивает как примерно равную если я не ошибаюсь но у черных тоже здесь не должно быть хуже угрожает все время е4 е3 ладья уже зашла на второй ряд вот но я сыграл более примитивная пошел коль же 6 хочу отправить коня на f4 и при случае на d3 пункты в 4 надо держать например попытка поменять этого коня наталкивается даже не на взятие на и 5 а на конь c5 черные отыграли пешку то есть пешка c3 неизбежно падает и белая по сути играют без ладьи то есть этот тяжелофигурные шплю черных очень в нем радужные перспективы проиграть практически не рискует у них лишняя ладья в игре если сразу взять на е4 то здесь тоже очень важно что черные не бьют на е5 а делают тонкий ход ферзь d3 короткая рокировка невозможно после белом надо как-то возвращать ферзя с а4 домой висит пешка c3 но пока не висит там за ферзь е8 но есть угроза е4 е3 ладья c6 в конце концов просто форточку сделать h5 с угрозой ладья бьется 3 для белых достаточно неприятно ладья d8 с угрозой шаха на d2 то есть угроз огромное количество b4 ход обязательный ну и вот здесь ферзь d1 вроде ходить надо потому что на ферзь c2 последует ладья бьет b4 пешка c3 связано и в общем-то белых очень неприятные шплю них четыре слабые пешки ладья h1 все еще в игру пока не вошла вот а после ферзь d1 ну черные наверное могут взять на c3 и снова они будут вести борьбу за победу вот в партии последовал в общем ход поэтому g3 допускать появление коня на f4 конечно не хочется но теперь черные смело взяли на c3 пользуясь тем что водя бьется 3 нету так как от шаха на е8 легко закроется конь g6 белые хотят все-таки играть при материальном перевесе с лишней пешкой но теперь у них проблема с рокировкой на рокировку последует конь е2 шах и черная выигрывают качество после чего ладья работающая по открытой линии залезет на второй ряд и в общем-то белым будет не сдобровать на король f1 очень неплох перевод ферзя такой многоплановый ход черные создали одним ходом сразу три угрозы ладья а8 и взять на а2 конь b5 напасть на ферзя и на ладью c1 и ферзь f6 напасть на коня f3 и рентгеном на пешку f2 там на пешку d4 то есть заищаться очень тяжело то есть у белых нет времени на то чтобы вот так вот прятать короля поэтому они взяли на же 6 напали на ладью отскочили и ходом конь d3 защитили ладью ну понятно что после конь бьет g6 белый конь вне игры и угрожает вот сейчас ладья а8 ладья бьет а2 рокировки по-прежнему нету угрожает ферзь бьет b3 и угрожает ладья а8 с выигрышем ферзя то есть белым очень плохо они сыграли конь d3 подготовят рокировку хотят сыграть ладья c2 и 00 черные вынуждены действовать энергично е5 пытаемся вскрыть центр надо и очень сильный ход ферзь е6 пользуясь тем что нет рокировки ферзь пытается попасть на е2 или на е4 в 4 например d4 еще с идеей ферзь c6 напасть на ладью и ферзя на е4 забросить ну железо мне говорит что h3 надо ходить после ферзь c6 рокировка черные не забирают качество конь е2 шаг а нападают на коня они хотят забрать коня потом забрать ладью в общем белых нет времени на то чтобы использовать лишний материал то есть им попросту очень плохо поэтому последовало ладья c2 еды пешек стало поровну вроде бы у черных сдвоенные пешки но на деле они контролируют весь центр и в общем то у черных мощная централизация здесь мой компьютер сказал что ферзь d7 очень неплохая альтернатива ходу который я сделал тонкость в том что белые вроде как должны играть а4 то есть одна из идей тут просто сыграть ладья а7 насколько я понял а все остальные идеи ровно те же самые которые были проведены в партии разница в том еще что на d7 ферзь не попадает под удар после хода коней в 4 вот но такие тонкости как бы не просто за доской в условиях надвигающегося цикнута решать находить вот после ферзь е6 угрожает конь е2 шаг плохо здесь ладья d2 потому что после конь е2 приходится отдавать ладью потому что иначе черные вторгаются в лагерь противника и в общем то разгром неизбежен то есть ни одна фигура белых не ходит попытка согнать ферзя в общем то тоже ничего не дает то есть белые полностью запотованы угрожает конь бьет g3 потом ладья е2 например вот угрожает g5 hg король f7 с переходом к матовой атаке уже по тем линиям вот последовало в этой позиции снова конь c1 и ладья не может теперь ходить на d2 потому что проблемы с защитой пешки f2 ну и это приводит к тому что конь подвисает ладья подвисает и у черных лишний материал остается вот после ладья b2 конь идет на е4 при случае где забросить его на g5 и на h3 или на f3 как вот в партии конь g5 конь f4 и вот здесь был очень сильный ход после вот здесь вот ладья c1 фактически выигрывающий партию но такие тонкости я до них добраться не смог к сожалению то есть так бы было очень красиво что вот теперь на ферзь бьет d3 просто конь h3 шах играть король g2 нельзя потому что черные возьмут на f4 с шахом и съедят ферзя а после король h1 тоже висит ферзей нельзя бить на f5 из-за ладья f1 мат вот но в партии случилось нечто похожее но белые имели шанс отбиться то есть вот был очень сильный ход ладья c1 я сыграл подсветно уже несколько иначе мне казалось важно защититься от шахов на е6 ресурс отдачи пешки d3 к сожалению в голову не приходил и противника был очень сильный ход ферзь е2 то есть вот эта позиция она у белых хуже прилично хуже может быть даже проиграна вот но на нее стоило пойти сейчас конь станет на е5 пешка пойдет на d3 пешка пойдет на же 4 чтобы конь попал на f3 то есть мало удовольствие такую позицию играть белыми но они они избрали в этой позиции так не ферзь е2 а ферзь d3 и после коня штрих шаг все все дальше идет достаточно форсированным удалось найти вот такой сильный ход ладья c1 нет хода ладья b2 на b1 из-за того что после конь бьет и в 2 шах ладья связано теряется ферзь то есть на f5 бить надо и форсированно черные остаются с лишним качеством ну вот король бьет h3 конечно цепь нотный ход стоило пойти король f3 все-таки короля держать поближе проходным пешком хотя эту позицию защитить наверное тоже невозможно ладья легко справляется с пешками а и b вот белым дай бог одну пешку съесть но после король бьет h3 главная проблема белых еще заключается в том что их король попал в матовую сеть после конья 2 ладья d1 у черных пешки начинают идти в ферзи то есть вот такой красивый выигрыш был то есть конь связан нет защита dc и потом c1 чтобы не позволить черным поставить ферзя белым придется отдать ладью за пешку c2 вместо этого белое взяли на d5 и теперь мог неизбежен то есть после конья в 4 же 5 было сыграно вообще конь d3 очень слабо и не защита от мата на 7 но важный момент что и другие ходы скажем конь h5 ладья c7 вели к тому же неизбежному мату после ладья c7 ход конья 6 который я считал сильнейшим на него я собирался просто играть король f7 g4 ладья же угрожает ладья бьет h2 мат если вперед движется пешкой мы едим ладью а если вперед ну то есть вот f3 ладья бьет b2 и проводим просто пешку а если белые ходят h3 то после ладья h2 нет защиты от ладья бьет h3 ну все всем спасибо это мой первый опыт записи на турнире рассказа о своих результатах почти в режиме онлайн почти потому что все-таки я играю партии может быть эта практика продолжится в общем качество записи возможно будет хуже чем ожидалось все-таки с ноутбука и со стационарного компьютера я подозреваю что какие-то отличия будут тем не менее общем просьба на меня не сердится до скорых встреч с вами был международный гроссмейстер роман овечкин до свидания